Здравствуйте, мои уважаемые гости, гости вот этого вот компьютера, на котором моя, мой огромный архив. Так, сегодня я листал, листал и случайно обнаружил незаконченную статью. Вот, и думал, думал, что мне делать, заканчивать её. А уже, когда я её готовил, у меня в голове была такая нить и вот эти вот все фотографии должны были связаны текстом. И получилось где-то связанных, где-то не успел, и всё-таки я решил, что ничего в этой жизни случайного не бывает. Пусть будет, как будет. Здесь мы с вами познакомимся с несколькими моментами, которые не отражены в науке или отражены с точностью наоборот. Вот, и знаете как, вот, я небольшое отступление. Анна Хьюстова, что сегодня 21 мая, 21 год. А статья эта писалась несколько лет назад. Что за это время изменилось? Окончательное было угроблено, подчёркиваю. Причём это я называю самоубийством, самоубийством средств массовой информации, бумажных. И иногда, я думаю, я везде ищу в плохом хорошее. Вот, сколько было спасено леса от вырубки, тогда, когда. Он не спасён, он за границу всё ушло. Вот, но ещё больше было бы уничтожено, если бы бумажные СМИ, газеты, продолжали выпускаться в том объёме. Помните представительного хозяйства, 3 миллиона экземпляров? Три миллиона. Вот, да ещё бумага какая высококачественная была поначалу. И вот получилось так, что эти постепенно, постепенно интерес спадал. А почему я назвал самоубийство бумажных средств массовой информации? Ещё была вторая причина. Это то, что они постепенно, постепенно напечатали всё, что можно. Я это называю вообще-то абсолютно тупиковым направлением. Бесконечное пережёвывание, как уничтожить этот верхний слой почвы вместе с дёрном. Это защита от мороза. Вот. Вместе с тем, что под дёрном, с червями, грибами, с кончиками корней. Всё это надо было уничтожать. И это всё бесконечно с какой-то доброй злобой. То есть думали, что учат с людьми хорошего. Ну, каторжный труд. Это только один пример привёл. Когда-то это мусорилась мусорность, и, наконец, это уже не бесконечные повторы всё ещё повторялись. Но авторов живых уже не было. Или они вошли на мир, или сколько можно об этом писать. И тогда они начали дублировать это же самое, дёргая из интернета. Не надо гонорары платить. И постепенно произошло, а нового сказать ничего не могли, постепенно произошло самоубийство. Вот. Дольше всех держался ребрика Александр Алексеевич. Вот почему. Однажды он узнал, что я приехал в Москву лет 10 назад со своими лекциями. Я проводил вебинары, в семинары, в переполненном зале, переполненном. Вот. Провёл 3 дня. Не хватило. Второй поток. Ещё 3 дня. И он всё это высидел. Ему это было интересно. Знали обо мне все уже тогда. Все главные редактора, все средства. Ну, им это... Ну, не интересно им это было просто. Потому что достаточно. Уже тогда в интернете всё было. Вот. Бери, платить не надо. Перепечатать одно и то же. Они довели до самоубийства. Ребрик держался долго. Почему? Потому что он живой человек. Ему это всё было интересно самому. Вот смотрите. Видите? Это наш разговор. Это интервью. Он взял уже интервью. Первое интервью в моей жизни. Да ещё такого крупного общественного деятеля, как Ребрик. Главный редактор журнала. Самый редактор журнала. Вестник Садовода. Вот видите? Вот это я, чтобы не было как бы немножко не грустно было этот разговор, я решил показать вот эту картину. Вот. И так самоубийство ещё было не полным. Ребрик меня печатал. И наконец он написал свой отзыв. Вот. Печатал мои статьи, которые были разнонаправленные и в основном против науки. То есть противовес науке. Не против науке, а против вес науке. Вот. Это продолжалось ещё несколько лет. Так. Пока всё-таки интерес продолжал падать вообще в принципе к СМС информации, пока его журнал тоже не закрылся. Остался только сайт. Вот. Вестник Садовода. И так он написал огромную, огромную, напечатал статью, которая как бы в Ребрико-Железове. Вот. Я взялся, 90% он выразил согласие со мной. Были какие-то моменты несогласия. Почему? Ну, наверное, потому, что... В принципе, он поверил, что всё это реально. И морозостойкость выше даже официальной. Вот. И агротехника не обязательно делать огромную вот эту работу, тупую, ненужную. И деревья калечить не надо, а наоборот, надо всячески в холодной России беречь от лишней раны. Вот. Ну, какое-то несогласие было. Вот он и писал, что... Где-то он меня называл выдающимся садоводом, спасибо ему. Где-то он меня называл великим. Вот. Где-то сравнивал меня, разговорную мою речь, лекции с самим Андроником. Представляете, с Андроником. Вот. Кто помнит этого талантливого рассказчика. Где-то с Тургеневым... Нет, не с Тургеневым. Где-то меня с Шадриным. Вот так это вспомню. Ладно. В общем, с кем-то из классиков. Вот. Может, потом вспомню с кем. Ну, и оставалось 10% непонимания, поэтому он написал, что Железов не просто великий, но он велик в своих, как сказать, противоречиях. Вот одно из противоречий. Это почему-то получалось по Железову, что сад культурный должен повторять дикий сад и развиваться по тем же природным законам. А природные законы. И мы это как воспитанному на общечеловеческой школе ухаживаем, 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 ухаживаем. Вот. В настоящее время это вылилось в ухаживание бесконечное калечение дерева и, естественно, бесконечное спасение уже от результатов калечения. Например, с 40-кратным за год за сезон опрыскиванием. Весь мир ест фрукты, все напичканы ядохимикатами. Вот после этого предисловия, что я хочу сказать. Смотрите на эту фотографию. Ну, наверное, вот этот вот бородой, наверное, это Железов. Посмотрите, как он рассказывает случаи на охоте, а также рассказывает случаи в саду. У меня их много-много-много. У меня уже больше тысячи фильмов, у меня полтысячи статей, и все это никак не закончится. Ну, вот этот товарищ в шляпе, который чешет себя, это, конечно, ребрик. Вот. Представляю, как ему трудно было воспринимать поначалу, когда действительно вся задача заключалась бесконечным каторжем, труднее с весны до поздней осени. Ну, а вот этот молодой парень, ну, наверное, это вы, друзья. Он вас олицетворяет. Потому что действительно поверить, что в Сибири может быть такой сад, невозможно. Вот. Значит, когда, вот, кстати, вот эта лекция, она продолжалась, это уже после лекции, это называется интервью. Эта лекция продолжалась три дня, и было сделано три диска. Вот в этих двадцати дисках есть и лекция. Одиннадцатый диск, двенадцатый и тринадцатый диск. А до этого бесконечные, в основном, качественные снимки с телевидением, с опытными операторами. И получилось двадцать дисков, и фактически это есть... Ну, здесь есть две Нобелевские приметы. Скромно говорю, я же не говорю пять. Всего две, но Нобелевские. Вот. В Нобелевские, ну, всего две. Вот. Теперь дальше. Как-то получалось так, что одним из наших... Это, наверное, в этих дисках-то и нету. Это отдельная тема. Она должна была войти в книгу, и она вошла в книгу, которая называется «Записки зачарованного сибирского судовода». Вот. Вы же, наверное, про неё знаете. Вот. Я боюсь, что оно будет украдено, это мировое открытие. Просто-напросто украдено. Сейчас я сделаю ещё покрупнее. О! Вот так надо было делать. Вот оно, чтобы все могли прочитать. Отдельная тема, отдельный разговор. Я должен был коснуться его. Но пока я просто показываю несколько фотографий. Почему? Потому что их не может быть никогда. Это Сибирь. Причём без всякого укрытия. Видите? Нетронутая почва. Ни разу не опрысканная. Здесь ещё есть где-то листья обгрызенные. Но это старая фотография. Сейчас и этого не встретить, обгрызенных листьев. Почему? Полный простор муравьям, муравейникам. Так? Но главное-то нет. Главное, что... Вот с таких простых начиналось, скромных сортов. Вот таких вот. Потому что это подвое. Это низ. Минус пятьдесят выдержит. Это мажорский абрикос. Это один из потомков. Вот. Я почему говорю? Тут же параллельно существует страшный мир. Который я тоже должен о нём сказать. Я уже говорил, но я не могу успокоиться. Где-то лет тридцать до этого. Это всё реально всё. Это огромный сад задичавший намертво. Частично вымерший. Вот. Частично одичавший. И так. Оркестр. Помпы. Деревня. Называется. Новая Нисейка. Настоящая деревня. Настоящая школа. Десятки, если не сотни школьников. Я при этом не присутствовал. Мне рассказывали. Вот. Значит. Во главе с учителями, с агрономами. Посадили этот сад. Считаю, что он будет... Ну, наверное, достанется колхозу. Явно. Земля колхозная. Вот. И, наверное, он принесёт пользу. Он пользу не принёс. Он сразу задичал. Садили. Они их не называли ранетками. Они их называли интересно при посадке. Полуяблочки. Ну, есть более официальное название. Называется полукультурки. А их почему-то... Ну, местное название. Полуяблочки. Посадили в виде семян. Ну, скорее всего, я этого не видел. Скорее всего, где-то были вылечены саженцы. И были посажены. Вот они их посадили. Вот. Сад сразу. А это же голое поле. Это дикое. Вот что интересно. Бороцовка дикая. Ведь всё-таки в состав этих ранеток полукультурах входит. Есть там кровь в Сибире. И вот она эта кровь победила. Выживай или помирай. И этот здоровенный огромный сад. Полностью задичал. Ни одного яблочка с него не собрали. Интересно, что, может быть, какие-то военные годы с него можно было бы... Ну, допустим, если бы это было во времена Отечественной войны. Можно было бы собрать на переработку. Они же несъедобные. Но зато у них витаминов много. А сейчас никто в этот сад не заходит даже. Вот. Вот это крупный план. Видите? Вот максимум чего они добились. Тут было ещё, но я это уже рассказывал. Вот. Паханы были так, что по паханому садили. Где-то получились на горке. То есть на высоте более-менее. Они как бы пахали таким, знаете, как волны. На картине этого получились. На картине Айвазовского. Волнами. И где повыше, на хребтах, на гребнях садили. Там выжили. А где ниже... А ещё ямки делали. Да такие ямки глубокие, что... Я специальный фильм сделал. Я ходил, мордой тыкал неизвестно кого. Те агрономы ничего не понимали, когда садили. И в них... Хотя это очень-очень серьёзно... Серьёзнейшая, невероятно... Крепкая на выпривание деревья. Вот эти вот полудикие яблоньки, да. Вот. И всё-таки настолько были глубокие ямки. Я туда руку совал, показывал ямку. Вот. Узкие, как колодец. И там они сопривали. Везде. Вот тут вот. Грибы, грибы, грибы. А эти не тронутые. Прошло тридцать с лишним лет. Представляете? Это... Для чего я это показываю? Хотя... Статью не дописал. Хотя она не наполнена вот этим. Вот здесь всё это должно быть. Вот здесь вот здесь должно быть это всё. Всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё. Но... Я этого уже, наверное, делать не смогу. Вот. Тем более, что всё это вы уже знаете. Но именно я сейчас в виде фильма. Вот. Смотрели. Вот. Дальше. Вот это вот я взял и скопировал со своей же гостевой книги. Пишу. Почему? Ещё раз. Это, может быть, совсем... Почти другая тема. Почему? Потому что, ещё раз. Это был черновик. Вот. Наброски. Последний фильм помог восстановить связь с учёным, доцентом Мьянского института Челябинской области Александру Юрьевичу Баулину. 10 лет я ждал и волновался. Это старое письмо учителя. Несколько лет назад было. Ниточка с российской наукой. Вот почему. Единственная ниточка. И вот долгожданный звонок и полчаса разговор захлёб. Теоретическая часть разговора. Идём параллельными путями. Почти не пересекаемся. Грамотнейший оппонент. Почему оппонент? Ну, это отдельный разговор. Отношение Александра Юрьевича к учению Мичурина уважительнейшее. Это величайший случай, что уважительнейшее. Знаете... Ладно, может я не увожусь в один фильм, но всё-таки скажу. Итак, крупнейшая страница, или как называется, или канал, больше миллиона подписчиков. И вот, а одна из тех дам, которые погоду делают. То есть, кто-то даёт вопрос, она отвечает. Режьте, режьте, режьте. Из-за этого возник конфликт между семьёй Железова. Потому что спор вначале мешался мой двоюродный брат Железова Юрий, а потом уже я. Вот. Устали от этого беска. Режьте, режьте, режьте. Не понимаю, что вот каждая веточка обрезана. Это грибы, от которых потом начинают учить воевать. Вплоть до паильной лампы. Это снижение морозостойкости обязательно, снижение иммунитета. И вот эта война, война, война. И нашла коса на камень в тот момент, когда им написали, что учение, что всё, что создал Мичурин, это женаука. Вы понимаете? Так и было написано. Лженаука. Вот. И до этого я с такой полупрезидительной отношением людей, которые не создали ничего близко. Которые не сделали ни одно... Которые вообще ни к чему не это... Ничего не имеют. За душой, кроме вот этого самого, на что они ссылаются. Я выпускница. Темирязевки вторая. Вот, естественно. Сейчас, секундочку, простите. Так, звонок с Дальнего Востока. Так, теперь. Итак, значит, что получается? Получается, что ещё до этого такое приближительное отношение к великому садоводу просматривается. Его не изучают в этих самых, в академиях. Вот. Сам специально спрашивал несколько выпускников. Тем более, получается, они не знают, что такое насыщение ментором. В общем, ладно, отдельный разговор. Грустный разговор. Поэтому, давайте так. Значит, меня поразило, что Александр Юрьевич, на тот момент завкафедры, он был доцентом, в какой-то момент исполнял обязанности директора института Мятского. И вот его это, он мне сказал, отношение к учению Мичурина уважительнейшее. Даже специально подчеркнул, видите. Практика, это от него узнаю. Вопреки моим опасениям, все три моих привитых культурных абрикоса живы и плодоносят. Даже мой клон-академик. Королевский тоже плодоносит, но для гарантии засыпается снегом наполовину. «Не сопрел за все годы?» В шоке, спрашиваю я. «Нет, и нижняя часть наиболее плодовитая. А мои сеянцы Амура, манджурца патриарха, чуть не упал со стула. Живы, плодоносят. Плоды на всех сладкие, крупнее, чем у родителя. Моя справка. Самое ценное в моем саду. Даже не 100-граммовый абрикос. Сейчас я быстренько, быстренько, быстренько. Вот он, потомок. Это прямой потомок того манджурца. У него второй родитель есть. И я догадываюсь, откуда это ветром надуло. От этого. От Амура. Ну ладно, извините, отвлекся. Итак, мои сеянцы манджурского патриарха. Знак вопроса. Чуть не упал со стула. Живы у него. Я им вышел вот такие вот сеянцы. Они не могли развиваться под кроны огромного дерева трехэтажного манджурца. Вот такого размера я вышел ему сеянцы. Результат. Так, 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 так. Самое ценное в саду даже не 100-граммовые абрикосы, не укрыванные персики. Самое ценное, мои сеянцы от абрикоса манджурца-патриарха. Когда из каждой сотни косточек, лежащих на густом дёрне, прямо под родителем, сходит одна. Представляете, какой отбор. Представляете, какая селекция. Александр Юрьевич единственный из тысяч учёных. Про меня уже знают все. Понял это. Помните, как это мои лекции в Москве. Потом отзывы были. Железов поставил в Москву. Не учёную, а садовую на уши. Но, к сожалению, Александр Алексеевич Ребрик, главный редактор, был единственным, был единственным журналистом на моих семинарах. И вот вам загадка, неужели они все сладкие являются корнесобственными? Я снова в шоке. Да, все, ответил Ваулин. А у Сергея Железова на продажу выращиваются каждый год сотни, а покупается всего несколько штук. 500 рублей за мощного годовалого или двухгодовалого манжурца Сяенца. Или 300 рублей за несогниваемую жердель. Это с Украины. Но уже хронированное. Мною лично. Вроде дорого. А переведите на цену 3-5 пачек сигарет или бутылка водки. Эх, какие дела мы могли бы натворить, друзья садоводы. Ну, далее вы уже знакомы с моими, я уже знакомил с Галиной Николаевной Бойковой, многолетней, на тот момент директор Субботинской опытной станции. И Николай Иванович Курдюмов. Ну, про это уже говорили. Вот, одно скажу, одна реплика. Они изучают таблицу морозостойкости, где цифра 40 не редкость нашего района. Между нами 30 километров. Еще один ученый. Тошун Пулат Дускобилов. И, пожалуй, и все. Больше ученые про меня не вспоминали. Николай Иванович Курдюмов, когда приехал ко мне, я говорю, Николай Иванович, пошли. Он очень любит эти полукультурки и ранетки. Почему? Знаете почему? Культурные яблоки, по его словам, на Кубани как-то деградировали настолько, что они стали, имеют кус картошки. Это его слова. Ну, может появились с тех пор новые сорта, кто знает. Но это его слова. Я его привожу к соседям, это сразу забором растет. Это единственное дерево, посажено было не мной. Остальные несколько десятков деревьев моими руками. И урожайность, и все остальное, все в высшей мере, пока они даже молодой сад не запустили. Не нарочно. Козла с козами, как говорится, козел в огороде. А вот это они спилили своими руками. А остальное потом козлы догрызли. И все. Потом еще половину, скажем, погибло из-за коз. А вторую половину уничтожил своими руками их родственник, который хороший тракторист, бульдозерист. Несколько профессий. А как он стал садоводом? Он начитался, и когда я его пытался остановить, у меня есть фотографии, как он пилит это все и уничтожает. Алексей, ради Бога, останови, что ты делаешь. И вот тогда он произойдет фразу, которая когда-то войдет в христоматии, как пример глупости невежества. Ведь это сопровождалось уничтожением сада, реально. Константинович, ты ничего не понимаешь в садоводстве. Запомни. Это я на всю жизнь запомнил. Я запомнил. Чем больше режешь дерево, тем больше вырожай. Вот так. И сада не стало. Вот это еще одна тема. Еще раз говорю, здесь вот эти пустоты, они должны быть заполнены этим самым. Они должны быть заполнены текстом. Ну что ж. Разговорный текст тоже ничего. А одно из чудес света, это когда из почки ростовой, кроме самой, кроме самой ветки, ростовой ветки, появляется еще и плод. Причем плод не простой, не какой-то там урод, а очень культурный, полноценный. И тогда, когда таких случаев, а это редко-редко. Но когда таких случаев стало несколько, я схлопнулся, пол вот так. Константинович, значит, наверное. А, и во время прививки, вот если бы я эту веточку бы отрезал, вот тут несколько почек, да, привил. И сейчас такое есть. Тут таких случаев уже на тысячу несколько десятков. Это когда, вместо того, чтобы расти, а это не цветочные почки. Учитывая, я это объясняю тем, что дерево собирается как бы погибнуть. Это шутка или этот фрагмент вырезали, но чужое тело прескнули, чтобы прижилось. Но прежде чем погибнуть или прижиться, он уберет засветает. То есть я убедился опытным путем, с огромным количеством наблюдений. Следующее. Почки. Во-первых, почки розни имеют разную моростойкость. Но это другой разговор, другое открытие, тоже мировое. Я его назвал селекционное клонирование. А в данном случае я просто сказал себе, что от каждой почки есть половые клетки. Половые. Полноценные. Видите? Если теперь взять с нее семечко, мы получим плод уже невегетативным путем. Хотя мы бы всего лишь прививали невегетативным. И сразу, сразу, не на второй год вот эти потом дали, это было бы само собой разумеется. Вот. Дерево раскрыло свою тайну. Видите? И вот эти половые клетки, раз есть, значит, есть возможность селекции. Они наверняка всегда будут разные по качеству, в том числе по морозостойкости. Вот, пожалуйста. Вот видите? Морозил, морозил. Морозил на балконе. Потом воду поставил. Ниже не проклюнули, свыше не проклюнули. Наверное, эта самая почка по морозостойкости отличается так, что если ее взять и привить на другое дерево, при одних тех же условиях вот это может замерзнуть, а вот это может не замерзнуть. И вот такое простое, простейшее понятие, видите, это доказательство, я назвал селекционным клонированием. Это мои бесконечные наблюдения. Бесконечные. Видите? А дальше начинается совершенно новая тема. А сейчас у меня отключится сам через полминуты этот, как он называется, камера, ну видеокамера, которая в этом фотоаппарате. Поэтому отключаю сам заранее немножко. Для чего? Впереди другая тема. Вот она, вот она, вот она. Видите? Это же вас тоже должно интересовать, да? Но уже не успеваем. После отключки длинные фильмы вы не любите. Сами меня тыкали чуть ли не морду. Поэтому давайте мы другие фильмы посмотрим уже в другом месте. Вот 28 минут прошло. Благодарю за внимание. Пусть статья не закончена, пусть она не обросла текстом, но все, что я хотел, я успел сказать. До свидания, друзья, это очередная будет глава моего бесконечного, бесконечного марафона. Когда-то, я надеюсь, студенты будут сдавать экзамен, используя эти фотографии. Очень надеюсь, живу этим. Не может продолжаться до бесконечности то, что ни один выпускник института университета и академии не знает, как посадить дерево. А если его заставить посадить дерево, взять на работу, сад будет уничтожен 100%. Впускники этого не знают. По моему огромному сожалению. До свидания, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас у меня еще утро. На улице сегодня 21 мая. Сегодня на улице шел снег. Сибирь не отпускает. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok